Здравствуйте, дорогие телезрители! На вашем общественном телевидении программа «В сиянии рамп» и с вами ее автор и ведущая Лариса Габитова. С Новым годом вас, дорогие друзья! Так много новогодних праздников, как их отмечают пышно в России, нет нигде в мире. Мы начинаем с католического Рождества, потом Новый год, потом православное Рождество и праздник, которого нет нигде в мире, Старый Новый год. И все эти праздники, милые дамы и милые господа, нам надо быть красивыми, щеголять в новых красивых нарядах. Именно поэтому я сегодня в гости пригласила замечательного, очень известного европейского модельера, которую зовут Елена Романов. И Елена уже на протяжении 10 лет живет в Испании, тем более, что все-таки уходящий год – это год Испании. И в этом году я познакомилась с этой шикарной, совершенно восхитительной блондинкой, которая к тому же еще и модный дизайнер. И сегодня я вам ее представляю. Леночка, здравствуйте! Добрый вечер! Добрый вечер! Спасибо большое, что ты сегодня пришла к нам в студию, и вместе с тобой мы отмечаем этот замечательный праздник, самый-самый любимый везде во всем мире – Новый год. Мне тоже очень приятно. Я хочу тоже поздравить с наступающим Новым годом всех телезрителей, интернет-зрителей и россиян, петербуржцев. С таким замечательным праздником, с Новым годом. Самый любимый праздник. Самый любимый. Ну, Лена, я удивилась, что ты, приехав в Россию совсем недавно, и мы встретились на каких-то балах, на каких-то вечеринках, и что ты сказала, боже мой, я так тоскую по России именно в этом смысле. Так, как празднуете вы, не празднует нигде в Европе. Это правда, потому что, да, как празднует у нас в России, к сожалению или к счастью, поэтому тянет сюда, на эти праздники хочется отметить со своими друзьями, с родственниками, с коллегами, и посетить мероприятия культурные, так как у нас культурная столица, все-таки, как бы не было хорошо и тепло в Испании, все равно тянет сюда. Да, и я очень с удовольствием отмечаю здесь Новый год. Каждый год приезжаешь? Каждый год. Каждый год. Каждый год. А мы же испанца привозим? Привожу, и друзей привожу, всех привожу сюда. И сейчас они тоже здесь? Приедут, приедут, да? Но в этом году они будут неприятно удивлены, скажут, что мы выехали из Испании, что мы не выехали. У вас европейская зима. Европейская зима. А как было здорово, когда были снега, да? Еще буду. Для них было вообще так... Чтобы меха... Да, да, да. А вот видишь, я не гонета, я в мехах и в замечательном твоем платье, который называется... Я даже не сомневаюсь, что даже без мехов русские женщины найдут, без морозов найдут возможность, где бы продемонстрировать свои наряды. Собственно, в Европе такая же мода. Там будет плюс... Плюс 6, плюс 5. Плюс 6, плюс 6, плюс 5 все в мехах, но надо же когда-то выгуливать. Лена, а вообще, в чем различие туалета россиянок и, скажем, испанок? Производишь ли ты там какое-то... Я знаю, что производишь феерическое впечатление, но в чем различие, во-первых, моды общепринятой? Общая разница, что испанки на каждый день не наряжаются так, как наряжаются русские, да. Каблуки не носят, макияж очень сдержанный, цвета тоже... Одежда удобная для работы, для удобства. На праздники, как Новый год, свадьбы, какие-то мероприятия такие общественные, да, наряжаются, очень наряжаются все. От бабушек до девочек, то есть все женщины в испанских сенях, сеньоры, они себя с головы начинают, то есть парикмахерская обязательно, хорошо уложенная укладка, маникюр и аксессуары, ну и платье, это да, это королева вечера. То есть они готовятся специально к выходу, скажем, на новогодний бал там или куда-то, не так, как у нас будет в ряд несколько туалетов, и мы только так, как книжку пролистываем, потому что у нас так принято. А я в этом ничего, знаешь, такого плохого не вижу. Вот недавно читала интервью одной французской стилиста по волосам, стилиста, и значит, вот она тоже пишет, наши женщины, у наших женщин кэжуал, джинсики, ботиночки. А русские женщины, о ужас, о кошмар, я не считаю, что это ужас, мы всегда так одевались. Вспомню, как одевались русские женщины до революции, это виток, нам хочется мехов, нам хочется соболя, нам хочется чернобурки, нам хочется бриллианты, это нормальные вещи. И поэтому на всех подиумах тоже, что немаловажно, самые красивые, я считаю, элегантные модели русские. Русские. А скажи, пожалуйста, ты специализируешься на вечерней моде или нет? Да, это моя специализация, вечерние коктейльные платья, это мои любимые платья, потому что я понимаю, что длинное вечернее платье, расшитое камнями, стразами, оно очень красиво, но, к сожалению, одеть его можно только на какое-то очень специальное мероприятие. Длинное платье. А коктейльное можно и на ужин, и в театр, и на премьеру, и пойти в ресторан с любимым человеком, на романтическое свидание. В общем, можно больше использовать разных случаев, находя, то есть и поэтому в моих коллекциях всегда большинство это коктейльное платье. Да, я видела восхитительный, я же специально съездила перед нашей программой в бутик, в бутик, который, скажи адрес, я правда на машине, поэтому я очень не запомнила. Комендантский проспект, это все, наверное, знают, там есть такой торговый центр Миллер, на втором этаже находится замечательный салон, красивый свадебный вечерной моды, вот он Шерс, там можно найти мои платья. Ну там потрясающе, там просто несколько-несколько таких коллекционных платьев, и я просто даже растерялась, что же я могу представить для наших... Ну, Лариса, у тебя столько тут событий, тут надо просто менять. Ну, конечно, конечно, надо менять, да. Ну вот мне понравилось, что вот это платье называется Монро, боже мой, женщина, которая называет платье Монро, это сразу как обязывает, правда? Да, еще хочу сказать, что всегда мои платья, они не просто платья, они образы. Да-да-да, я заметила. То есть это не просто вот там фактура, ткань, длина там и так далее, и какой-то покрой сложный, иногда это просто какой-то образ романтической барышни, или Жанна Д'Арк, или это Русалка, или это Алиса в Стране Чудес, то есть женщина, которая одевает мое платье, она немножко трансформируется, так бы мне хотелось, в этот образ. Входит в роль, да? Да. То есть она, в принципе, может найти уже себе такой туалет, кем бы она хотела предстать в том или ином событии или встрече. То есть она в стиле ретро, например, Безумные 20-е годы, в стиле НЭП. Как называется у тебя коллекция эта? То есть есть такие платья коллекция, а последняя называется Русалки, то есть это ткани, которые напоминают чешую рыб, то есть это, например, пайетки, блёски, всё, что блестит такое, струящиеся силуэты, это шифон, это шёлк, это атлас, что блестит. То есть это персональные такие глэморс-аутфит, как говорят, да? То есть вот такое направление, да? То есть и, соответственно, образ. Вот я тоже сегодня в образе Русалки выступаю. И я тоже в образе Русалки выступаю. Но ты знаешь, мне безумно нравится вот этот цикламеновый цвет, и что меня поразило, как мы с тобой подружились. Две девушки в цикламене. Две блондинки в цикламене. И мне понравилось, что у тебя визиточки ещё. Мой фирменный стиль. Фирменный цвет, да? У меня тоже, видишь, тоже фирменный. Насколько он моден сейчас в Европе? Очень модный, да. В цикламен. В качестве дневного или в качестве вещей? В качестве дневного даже. Да. И ещё хочется сказать, что все вот эти вот ткани, которые раньше носились только вечером, кружева, блёски, пайетки, сейчас они присутствуют и в дневной моде. То есть, конечно, даже перья. Вот. Когда я делала два года назад коллекцию, у меня был такой корсет с перьевой юбкой, все мне говорили, что ты, как можешь наносить перья? Это же... Мометон! Да, а теперь даже перья, вот сумочки перья, меховые, перья пояса, потом украшения на голову. Даже по вседневному, даже марки, медиа, которые на массовый рынок рассчитаны, если вы следите за этим, то они все используют теперь. Хотя это было два года назад на высокой моменте. Это было трендом. Да, это были тренды. То есть ты чувствовал трендом. Да, меня не понимали. Ну, на самом деле, это же мы можем себе позволить. Женщина смелая, которая самодостаточна, она хочет что-то выразить своим появлением, поднять настроение, поднять его до той волны, на которой она сама пребывает, правильно? Да, конечно. То есть некий такой эпатаж, конечно, это в артистическом мире, особенно в мире салонов, которые сейчас возрождаются в Петербурге. Ты вот сейчас много была, да? Да, побывала на таком салоне, очень благодарна Виктория Медведева, что меня пригласила участвовать в таком проекте замечательном. Выйдет еще журнал наш с нашими фотографиями. И будет авторский показ коллекции. И будет авторский показ, да, очень хочется это тоже потом как-то прокомментировать, чтобы могли посмотреть все, прийти все желающие. Ну, это очень важно, когда модельер представлен не просто на каком-то модельном показе, а в какой-то, скажем, такой авторской концепции. То есть ты же сказала, что там Жанна Де Арк, то есть будут представлять артистки, как мы сейчас уже обговариваем, да? То есть что-то артистки, что-то певицы, что-то балетные, то есть целое такое шоу. Чтобы какой-то был мини-спектакль, то есть это была постановка такая, потому что так скучно, когда ходят просто. Конечно, конечно. Платья не живут, платья, они же тоже живые. Кстати, многие, вот я тебе напротив скажу, многие модельеры напротив, они считают, что платье должно жить само по себе. И сейчас даже вот этот макияж, который называется моль, да, знаешь, то есть все запутривается и лица нет, а идет просто платье. Чтобы как манекен, да, чтобы не отвлекать внимание от платья. Это, я понимаю, это коммерция, да, это надо, чтобы все никаких деталей не отвлекали. Но может, можно сделать и что-то более такое для души. Чтобы личность тоже представляла это платье, и мы видели, насколько может быть созвучно платье с личностью, то есть насколько этой личности может быть комфортно. Вот все с нетерпением ожидаем премьеры вот этого показа, я думаю, что мы потом прокомментируем, пока не будем раскрывать наши карты. То есть где пусть останется пока просто таким небольшим анонсом. Но ты специально прилетишь из Испании со своей семьей сюда. Конечно, мы все это прорепетируем, подготовим тщательно. Да-да-да, и покажем. И покажем. Лена, давайте посмотрим вместе с нашими телезрителями ваше творение, ваше высокое творение. Вот, кстати, платье, на котором... А, то есть нам сейчас покажут не видео, а мы смотрим сейчас фото, да? Да, наверное, надо как-то прокомментировать, да? Да-да-да-да-да. Вот, то есть известный испанский хамон, видите, у нас тоже участвует в высокой моде. Вот эти перья, да, казино, корсет. То есть я еще хочу акцентировать на то, что, конечно, я использую испанские ткани. Все-таки русская душа моя, она проявляется в моих творениях. Ну, европейский вкус, наверное. Вот такая вот смесь таких трех китов. Вот это Жанна Д'Ар, кстати, как волосы. Ага, потрясающая, потрясающая Жанна Д'Ар, да. Эта девушка, мне кенчится, кстати, сейчас работает в Италии. То есть очень, очень такая фотогеничная, артистичная девушка. Алина, а это, то есть специально фотографии сделаны... Это фотосессии, да. В разных интерьерах, да? Да, в разных интерьерах разные были у нас темы. Вот, например, это было на древнем, на таком шуне старинной. Вот, кстати, свадебное платье, которым я тоже занимаюсь. Особенно так же вы видите в коротком виде, потому что сейчас, например, многие как бы хотят именно коктейльное, а не длинное платье свадебное, потому что вот такой образ можно создать. А скажи, пожалуйста, есть ли у тебя где-то на сайте представлены вот эти модели, чтобы, потому что все-таки сейчас у нас праздники, и все мы хотим одеваться. И сейчас уже лучше, знаешь, нежели бежать по магазинам чаще всего. Вот, кстати, Лариса, я перебью, что я говорила про общий образ. Вот, то есть я создаю такой стилизм. Вот мое платье, и я рекомендую, например, вот такие аксессуары к ним, сумочку, туфли. Которые у тебя тоже есть, да? Ну, нету, но уже человек знает, что надо искать к этому платью. То есть не надо думать, ой, какие же туфли, а какой же сумочка. То есть я, например, даже черное платье разбавляю, уже показываю разные варианты, какие можно делать комбинации с моим платьем. То есть чтобы уже, может быть, не такие были. Вот, например, свадебное платье, видишь, в каком необычном, с красными аксессуарами. А вот стиль ковары, это уже немножко другой стиль, но тоже, например, для какой-то эпатажной красотки. Ну, это такие платья, которые, в общем-то, мода такая артистическая. Сейчас в большой моде артистический салон, большой моде. То есть везде, где бы люди ни собирались, приходят какие-то артисты. И это должна быть игра, такая игра в игре, да? Да, вот, кстати, наше Средиземное, не наше, Средиземное море. Наши? Наши, уже наши. А я, кстати, в этом году должна была ехать в Валенсию и не поехала дел-радила. Буквально недавно. Вот это показ как раз этой коллекции. Вот это я видела платье. Да, вот это платье, все они есть в Миллере на втором этаже в салоне Ботаншерст. Вот это платье в Миллере сейчас есть. Да, то есть что-то, может быть, уже подраскупили, но еще и есть почти представлено полностью коллекции. Леночка, так ответь на вопрос. Где-то могут посмотреть зрители, вот сейчас прямо глядя на нашу передачу, набрать, скажем, и увидеть твои платья, или как-то их заказать. Через мой сайт персональный, это 3w.elena.romanov.com, да, то есть там есть имейл, там есть анкета, которым можно заполнить и связаться. И адреса, где находятся все, так сказать, точки продаж, ну или по имейлу, кто пользуется интернетом, это очень просто. Написать, отвечу с радостью, быстро. Замечательно. Если у кого-то есть какие-то персональные, например, идеи, то есть это же можно сделать и какое-то персональное эксклюзивное платье, то есть на фоне чего-то там, или, например, какую-то идею придумать тоже. То есть мы вместе, да, мы, то есть также работаем, например, с невестами, которые хотят, например, в каком-то образе, сейчас модно-тематические свадьбы. Да, да, да. Вот, то есть тоже такое можно заказать. У нас еще есть такая услуга, как выездная примерка. Все занятые мы, расстояние, то есть смотрите на сайте платья, выбирайте, звоните в салон, и вам привезут. Померяйте, посмотрите. Замечательно. А как в Испании проходят показы? Там вообще часто устраиваете показы? Два раза в год, как это принято в Европе, то есть весна-лето, осень-зима, да. Принимаешь участие часто в показах? Я постоянно. Постоянно, да? То есть вот как показ, так ты представляешь новую коллекцию, да? Очень хочется, да, здесь показать, потому что я считаю, что у нас наши женщины просто должны что-то... Очень благодарная публика и очень быстро воспринимает все как бы. Да, ну и потом все-таки, будучи русской, будучи россиянкой, ты склонна моду представлять именно в таком же виде, в котором представляем ее мы, то есть более чем, может быть, испанки. Потому что, если, например, испанские сеньоры готовятся только к выходу, ну, дважды в год, трижды в год, то наши женщины готовы выходить каждый день. И, а жизнь платья, как жизнь бабочки, один день. Поэтому платьев должно быть приблизительно как у Лизарь Петровны. 15 тысяч. Да, я не против, да. Только буду рада, да. Потому что это тоже как бы вот для какой-то конкретной женщины создать платье для какого-то мероприятия, это как история. То есть придумать историю. Да. Лена, вот давай сейчас от нашей вот этой вот совместного, совместного такого проекта, показа российского, перейдем к следующему твоему показу испанскому. Если предыдущий назывался «Русалки», то что ты замысливаешь показать вот в ближайшую весну? Вот пока не буду говорить, потому что всегда, да, как бы это же такое ожидание, когда все ждут-ждут, а что же будет? А, то есть не раскрывается до последнего? Конечно, даже все высокие дома моды, они хранят в тайне, там нанимают секьюрити, чтобы платье не фотографировали, там не перенимали. Я буду тоже держать тайну, интригу. Хорошо, это у меня был некорректный вопрос, просто обычно музыканты так все транслируют наперед, это очень правильно, конечно. Нет, потому что даже до последнего момента идеи меняются, то есть мы же все творческие люди, мы очень переменчивы. А что изначально, какая-то идея одна, а потом уже подбор тканей, подбор, ну то есть пошив коллекции? Или же сначала ты экспериментируешь с тканями, с фактурами, с какими-то аксессуарами, а потом называешь? Может быть по-разному, это может быть и материя прима, то есть от ткани, что-то ткань понравилась и вот как-то вот навеяла. А может быть вот посмотрела какой-то я спектакль, или послушала музыку, иметь тоже что-то, какой-то образ, вот. Или конкретная какая-то ситуация, вот даже очень люблю вот сесть и смотреть на проходящих мимо женщин. Потрясающе. Да, и смотреть, наблюдать, я как губка впитываю-впитываю, а потом что-то выдаю. Ну это вообще, я тоже люблю смотреть и думать, кого как можно скомпоновать, переодеть, да, то есть вот уже такой вот взгляд. А начала вообще шить, рисовать, ты еще здесь в России или Испания как-то здесь в России, да? Да, но это здесь бы не было, так сказать, моей основной деятельностью. А что было основной деятельностью? Ой, никогда не поверишь. Я филолог. Потрясающе, это замечательно. Я человек буквы. Да, вот теперь стала моя основная профессия, то, что всегда мне нравилось, ну это где-то вот жило-жило-жило, и вот нашло благодарную почву. Именно в Испании или еще здесь? Здесь еще нашло, да, но это было как бы моя побочная деятельность, а теперь это стало основной. Ага, то есть изначально ты сама хорошо краила, шила, придумывала? Да, придумывала себе, там, знакомым, родственникам, подружкам, ну как это всегда бывает, да, что вот раньше же у нас ничего не было, мы сами все перешивали. Да, да, а уже потом, когда появились магазины, конечно, когда... Ткани, какие все, да, какие журналы, когда журналов не было, не было интернета, там, теперь же все, смотри, пожалуйста, черпай вдохновение. Да, да, я даже так и подумала, что, наверное, ты сначала уехала в Испанию, увидела, какие там ткани, и подумала, боже мой, надо все это использовать, у меня столько фантазий. Действительно, когда после того, как у нас появились вот эти европейские ткани, заходишь и думаешь, боже мой, боже мой, но одно дело ткани, другое дело, надо ведь уметь еще увидеть эту ткань в конкретном каком-то образе, да, то есть... Ну, конечно, то есть от ткани иногда очень много условий ставить ткань, например, то есть некоторые ткани ведутся по-разному, то есть в зависимости, там, что это, или теплые какие-то ткани, но в основном я работаю с кружевами, с деликатными, с шифоном, с тофтой... В общем, это совершенно, так сказать, вне времени и вне сезона тканей, коллекции, цвета только немножко, конечно, может быть, а мои средиземноморские там сейчас впечатления, они вот проявляются в таких ярких, да, потому что я когда всегда приезжала раньше, мы всегда говорили, ой, чтобы черненького такого, чтобы серенького, у нас такая погода, а мне вот наоборот хочется бирюзы... Да, 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 и мне тоже бирюзы, ну, причем это же ведь такие яркие, бирюза, да, цикламен, а вот это платье, например, оно вот пудренное, это же ведь тоже в большой моде сейчас вот эти запудренные все цвета, а как в Испании больше люди любят яркие или больше вот такого плана? Ну, тоже зависит, наверное, от конкретной ситуации, например, и женщины, потому что там есть женщины, которые любят и яркие, и есть, которые любят очень что-то сдержанное, некоторые не знают, чего они любят, им нужно советовать. Ага, ну вот, так скажем, приходишь на какое-то мероприятие, и в общей массе видишь... Черного нет. Черного нет, да, ну это замечательно, что нет черного. На самом деле, я помню, я приехала в Италию лет, наверное, ну, 14 назад, и люди все были в черном, вот в черном, понимаешь, сейчас уже этого нет. Вдовы сицилийские такие. Да, в сицилийские вдовы, вечернее такое черное, и, ну, то есть, почему-то у меня испанцы, в принципе, тоже ассоциируются с черным цветом, мне кажется, потому что им идет черный, да, вот я, в принципе, когда с тобой познакомилась, мы поговорили по телефону, да, я представила, что ты вот, ну, никак не представила, что такую вот нашу девушку, цикламене и блондинку. Я почему-то представила такую в черном, черную, знаешь, ну... С такой монтилией, да, с веером искусственным. Ты там отличаешься от своих испанских подруг или нет? Ну, конечно, отличаюсь. Отличаешься, да? Ну, я и хочу отличаться. Да, конечно, конечно. Ну, и мы тоже, мы все отличаемся. Да, то есть, я говорю, что я русская, горжусь своими корнями, мой акцент никуда не деться от этого. А у тебя сейчас в русском языке акцент, хорошо? Ну, вот у меня там и в испанском. И там и там, иногда, может быть, предложение неправильно уже по-русски ставлю, делаю, вот как-то так уже перевожу, наверное. А в чем, какая, мы сейчас об этом с тобой так подробно говорим, потому что все-таки мы провожаем год Испании, Италии. Давайте не будем его провожать. А у нас Германия наступает. Давайте будет в 2012 году продолжим. Мы продолжим-продолжим, но мы просто вот сейчас об испанцах. Как, в чем разница в менталитете особенно для тебя ощутима? Поскольку ты уже и знаешь язык, и муж у тебя испанец. Менталитет. Ну, менталитет, что, конечно, испанцы очень жизнерадостные, открытые люди. То есть, бонус диас, бонус старт, достоин, добрый день, спасибо, до свидания. Это просто вот с любым прохожим. Это уже как закон хорошего тона на всех уровнях. То есть, когда здесь приезжаешь, начинаешь здороваться со всеми. И говорить спасибо смотрят немножко косо. Как бы вот так вот. То есть, культура немножко еще погает. Ну, тут дело не в культуре, а дело в том, что у вас там солнышко, у вас там море. У нас тут так пасмурно. Леночка, ну, на самом деле, видишь, мы с тобой, такая у нас очень передача динамичная и короткая получилась. В общем-то, ты можешь себе представить, что время наше уже выходит? Не могу. И я хочу тебе пожелать, во-первых, в Новом году огромного творческого успеха. Спасибо большое, Ларисочка. Хорошего, прекрасного показа, и чтобы ты в наш Петербург привезла вот эти вот яркие цвета и жизнерадостные. А я хочу пожелать нашим телезрительницам особо счастливого Нового года. Оставайтесь веселыми, красивыми, здоровыми, берегите себя и своих близких. Ведь на самом деле, то, что нас связывает, это наша семья, наши корни. Да, да. Всем здоровья, с Новым годом. С Новым годом, дорогие друзья. С Новым годом, с новым счастьем. Я желаю вам прекрасного настроения в наступающем году. Хорошего здоровья, побольше радостных, добрых событий, счастья и любви. У нас в гостях была Елена Романов. И с вами была Лариса Габитова в программе «Всияние рам». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова